МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грохот от взорвавшейся в США информационной бомбы будет слышен еще долго. Американские спецслужбы уверены, Кремль не просто сделал ставку на Дональда Трампа. Хакеры, работавшие в интересах Кремля, активно помогали миллиардеру набрать очки, очерняя его соперницу. Сам будущий глава Белого дома эти подозрения в свойственной ему манере отвергает. Однако спецслужбы в США утверждают, переписку демократов взломали и передали ее Викиликс российские хакеры. Барак Обама распорядился обнародовать итоги расследования до вступления Дональда Трампа в должность. Публикация электронных писем представителей Национального комитета Демократической партии привела к одному из главных скандалов президентской кампании в США. Считается, что это сильно подорвало позиции Хилари Клинтон, и тем самым помогло республиканцу Дональду Трампу победить. Сам Трамп назвал информацию ЦРУ о причастности российских хакеров к взлому посмешной. Он считает, что за обвинениями стоят демократы, которые никак не могут пережить свое поражение на выборах. В спецслужбах обеспокоены тем, что будущий президент не воспринимает их всерьез и не верит в то, что они говорят, а также тем, что он больше доверяет публикациям в интернете и другим менее надежным источникам. Тем временем демократы потребовали расследовать это дело в Конгрессе. К их инициативе присоединились и несколько республиканцев, например, Джон Маккейн и Линдти Грэм. Наблюдатели считают, что такое расследование действительно может быть проведено. На мой взгляд, это все же вряд ли скажется на результатах самих выборов. Если обе партии действительно будут действовать сообща, то, скорее всего, все закончится выяснением того, как избежать повторения подобных случаев в будущем, как решить проблему. Дебаты о том, насколько пророссийской может быть политика Дональда Трампа подогрела еще одно сообщение. По сведениям американских СМИ, избранный президент предложил возглавить Госдепартамент главе нефтяного концерна ExxonMobil Рексу Тиллерсону. Официального заявления, правда, пока не было. Возможно, это своего рода пробный шар, и Трамп хочет посмотреть на реакцию. У Тиллерсона, если он придет в Госдепартамент, с собой никакого особого багажа не будет. Хотя у него были важные отношения с Москвой, где он сделал немало для ExxonMobil. Он также лично общался с Путиным. В 2012 году российский президент наградил Тиллерсона Орденом Дружбы. Из-за этого ряд американских политиков подвергли критике возможное назначение нефтяного магната на пост госсекретаря. События в США беспокоят политиков и в Германии. В Берлине уверены, что кремлевские хакеры попытаются разыграть американские сценарии и в Европе. Первое подтверждение тому уже есть. Жертвой хакерской атаки стал в недавнем прошлом германский парламент. Но взломом переписки в ФРГ дело явно не ограничится, уверены эксперты. Секретные документы комитета Бундестага, которые занимаются расследованием слежки американского АНБ, попали к Викиликс благодаря атаке российских хакеров на IT-системы германского парламента. Такую информацию со ссылкой на немецкие спецслужбы опубликовала газета EFACET. Сообщается, что совершена атака была весной прошлого года. По данным издания, почти 2500 документов объемом в 90 гигабайтов появились на сайте Викиликс 1 декабря. Датированы они периодом с весны 2014 по январь 2015 годов. После информации о том, что российские хакеры якобы повлияли на ход президентских выборов в США, немецкие политики, как из оппозиционных, так и из правящих партий, опасаются, что ситуация теперь может повториться и в Германии. Угроза вмешательства извне с целью манипуляции фактами или мнениями существует. Это касается и парламентских выборов 2017 года. А лидер партии «Зеленых» Джем Оздемир пошел еще дальше и выступил с обвинениями в адрес президента России. «Я рад, что все больше и больше людей понимают, что Путин, очевидно, организует международное антилиберальное движение, в котором он деньгами поддерживает правых радикалов, фанатиков и евроскептиков, как Марин Ле Пен во Франции. Нам нужна обороноспособная демократия, которая ясно даст понять, то, что происходит в Германии, решается в Германии, а не в Москве. И не господин Путин решает, кому быть канцлером и как будет выглядеть немецкое правительство». Парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре 2017-го. Пока же немецкие спецслужбы готовят доклад о возможных российских кибератаках и методах дезинформации. Результаты этой работы ожидаются уже в начале следующего года. Тема хакерских атак со стороны России обсуждалась в понедельник на правительственной пресс-конференции в Берлине. На ней присутствовал парламентский корреспондент Deutsche Welle Никита Жолков, сейчас он на связи со студией. Никита, на правительственной пресс-конференции что говорили о доказательствах причастности российских хакеров к атакам в Германии? Вы знаете, я регулярно задаю этот вопрос на правительственных пресс-конференциях и регулярно получаю один и тот же ответ. Доказательств нет, есть только улики, которых все больше. Но я знаю, что в двух немецких спецслужбах во внешней разведке и ведомстве по охране Конституции активно отрабатывают российскую версию и свой отчет они собираются представить канцлеру в январе. Может быть, тогда мы узнаем немножко больше. В связи с угрозой новых атак, чего боятся в Германии больше всего? Ну, во-первых, боятся повторения того, что произошло в Соединенных Штатах Америки с демократической партией. Здесь тоже не исключают, что некая информация, незаконным образом добытая хакерами, окажется обнародованной в ходе предвыборной кампании под тем соусом, чтобы дискредитировать какую-то политическую силу или какого-нибудь политического лидера. А второе – это дело Лизы. Здесь не исключают повторения такой ситуации, как с этой девочкой Лизой, для того, чтобы поднять волну гнева и возмущения и направить ее по какому-то вполне определенному адресу, по адресу того политического деятеля, который не устраивает ту или иную политическую силу или ту или иную страну. Как Германия собирается с этим бороться? Что Германия может этому противопоставить, этим хакерским атакам? Значит, здесь есть три направления. Первое направление – это защита критической правительственной, подчеркиваю, интернет-инфраструктуры. К этой инфраструктуре, кстати, парламент и партии не относятся. Так здесь дело обстоит вроде бы хорошо, никаких, по крайней мере, утечек из этой системы не было. Она достаточно хорошо защищена. Второе направление – это ускоренная реакция на такие фейки типа «делы Лизы». Это дело здесь многому научило. То есть быстрее разоблачать дезинформацию. И третье направление – это, я бы сказал так, аналоговая работа немецких спецслужб. То есть работа с агентурой на местах. Но на эту тему представители спецслужб естественным образом не распространяются, она строго засекречена, эта информация. Спасибо, Никита. Я напомню, что на связи со студией был парламентский корреспондент Deutsche Welle Никита Жолквер. Другим темам. Никто не должен бояться выйти на улицу в Кёльне в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января за порядком в городе будет следить в 10 раз больше полицейских, чем в прошлом году. Это часть концепции безопасности, при разработке которой были учтены просчеты, допущенные во время новогодних беспорядков. Прошлая новогодняя ночь стала пятном на репутации кёльнской полиции. Тогда ситуация на городском вокзале вышла из-под контроля. Многих женщин, мужчин, зачастую арабского или африканского происхождения, оскорбляли, грабили и домогались. Были сообщения об изнасилованиях. Полицейские же в большинстве случаев прийти на помощь способны не были. Ощущалась беспомощность, шок. Было какое-то очень непривычное ощущение. Возможно, мои слова покажутся смешными, но это не было похоже на Германию. На этот раз всё должно быть, как в Германии. Хаос не должен повториться, говорят наблюдатели. Кёльнская мэрия и полиция представили план мер безопасности в новогоднюю ночь. Предусматривается присутствие полутора тысяч полицейских. В прошлом году было лишь 140. Кроме того, в Кёльне будут патрулировать 600 сотрудников городской службы правопорядка Ордунгсамт, а также частных охранных фирм. В случае опасности граждане смогут обратиться к ближайшему наряду полиции. Нынешняя встреча Нового года будет отвечаться очень большим присутствием полиции. Цель одна – чтобы люди в Кёльне, как местные жители, так и гости города, могли мирно праздновать. Критические ситуации мы будем предотвращать ещё взорудуши и отпугнём потенциальных правонарушителей. Вокруг Кёльнского собора будет создана зона безопасности. Проносить сюда фейерверки будет запрещено. В мэрии таким образом хотят защитить прихожан храма, которые придут на новогодний молебен. На вокзале, а также площади перед ним и собором установят больше камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция будет отслеживать и записи в соцсетях. Переводчики помогут следователям с постами на иностранных языках. В Кёльне самые распространённые – английский, турецкий, арабский и русский. Для гостей города установят стенды с информацией о безопасности и том, где установлены заграждения. О возобновлении праздничного настроения при встрече Нового года позаботится берлинский художник Филипп Гайст, который по приглашению городских властей проведёт своё световое шоу на Соборной площади. Более 40 человек стали жертвами двойного теракта в Стамбуле. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила Турции помощь в борьбе с терроризмом. Тем временем власти в Анкаре преследуют курдских активистов. Подробности в нашем обзоре новостей. Власти Турции задержали более ста представителей прокурдской партии «Демократия и народов» среди задержанных лидеры партии в Стамбуле и Анкаре. Масштабные спецоперации связаны с двойным терактом в Стамбуле, жертвами которого стали десятки человек. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом предложила оказать пострадавшим медицинскую помощь. По ее словам, страны договорились углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом. На выборах в двухпалатный парламент Румынии победила левоцентристская социал-демократическая партия. Ее члены выступают против тесного взаимодействия с Брюсселем. Социал-демократы набрали 46% голосов избирателей. У национал-либеральной партии, сделавшей ставку на экономические инициативы и борьбу с коррупцией, примерно 20% голосов. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Роснефти о защите чести и достоинства к медиахолдингу РБК. Журналисты редакции и холдинг должны выплатить Роснефти 390 тысяч рублей вместо 3 миллиардов, как того требовал истец. Также РБК обязан удалить публикацию о Роснефти, дать опровержение и компенсировать стране истца судебные расходы. Дополнительно суд постановил взыскать с каждого журналиста по 4,5 тысячи рублей. В РБК намерены обжаловать постановление суда. Семейная пара из Германии установила в своем небольшом доме больше сотни наряженных рождественских елок. Чтобы украсить весь дом площадью в 105 квадратных метров, супругам понадобилось 8 недель. Рождественскую атрибутику установили не только в жилых помещениях, но и в ванной комнате. Каждый год немцы покупают перед Рождеством 25 миллионов елок. Большую их часть выращивают в Германии. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Развитие событий в следующем выпуске Дево-новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго!